Девушки отдыхают Секретарь Нины Живого, помощник секретаря Валерия Князева, инспектор, мастер спорта международного класса СССР Сергей Чижов, Всероссийская федерация волейбола. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Кленков. Модр 8. Дивилдо предмeries Матератор. Модр 1. Тренин Геоперад. Модр 4. Дмитриевский. Залейndữ 200. Лидера Артshev Reynho. Модр 22. Лидера Арт зовут Беккова. Главный тренер Леонидов. Старший тренер Андрей Бранишин. Лид rise коррёфские! Добрый вечер всем любителям острых волейбольных ощущений. И Нижний Новгород, бог Заречья и местный клуб АСК в рамках пропущенного 14 тура сегодня здесь на своем паркете принимает московская «Динамо». Ну и так уж получается у нас в этой встрече, что мотивационно вроде бы никому ничего особо не надо, поскольку московская «Динамо» уже однозначно в регулярном сезоне первые при 22 победах и 2 поражениях. Ну что касается нижегородцев, то у них восьмая позиция соотношения 11-13 и вроде бы с восьмого места и вверх уже не взлетишь, но и вниз скорее всего тоже уже никуда не упадешь. Поэтому команда Юрия Филиппова в плей-офф, но каждый опять же решает для себя определенные задачи. Московская «Динамо», конечно, сейчас попала очень плотный, насыщенный график, но поскольку команда еще участвует и в Кубке ЕКВ. Вот начиная с 27 февраля подопечные Константина Брянцева провели поединок с Белогорьем, где выиграли со счетом 3-0. Ну, затем была ответная встреча полуфинала Кубка ЕКВ против Монпелье, тоже все закончилось успешно в трех партиях. Ну, а дальше был выезд в Сургут, Газпром Югра. Там непростая встреча, но опять же москвичи все закончили в трех партиях. Ну, и вот сегодня Нижний Новгород, ну, а дальше у московского «Динамо» еще заключительная встреча регулярки на своем паркете с «Динамовцами» из Ленобласти. Ну, а дальше финал Кубка ЕКВ с Питерским «Зенитом». Двухматчевое противостояние, первая встреча 17-го марта пройдет на площадке Белоголубых. Что касается нижегородцев, то здесь, как я уже сказал, восьмая позиция. Ну, и остаются две встречи, вот сегодняшняя с московским «Динамо», ну, а дальше с кемерским «Кузбассом» тоже в родных стенах. Если говорить про «Динамо», то здесь, конечно, все замечают и отмечают, вернее, потерю Цветновского Соколова. Болганский диагональный повредил голеностоп во встрече с Монпелье, и участие в сегодняшней встрече он не принимает. Это вообще, похоже, Брянцев не будет его использовать до, по крайней мере, до финала Кубка ЕКВ. Ну, вот, в общем-то, все остальные сегодня в строю. И многие говорили о том, что, возможно, «Динамо» сыграют, ну, скажем, незапасным составом, но бросят в бой резервистов. Но пока мы видим, что, в принципе, их тут же Павел Панков, связующий с Эмберу, даже Бильгейтс сегодня в стартовом составе. Но у нас на старте пока «Динамо» заручается небольшим преимуществом. Три-два-три счета становятся после удачного первого темпа у АСК. И Дмитрий Виецкий отправляется подавать. Две команды в рамках Суперлиги Париматч, с учетом прошлого сезона, уже провели между собой три игры. Но и пока, пока «Московская Динамо» во всех трех встречах был сильнее. Понятно, что и в этом поединке москвичи будут действовать только на победу. И состав, опять же, об этом говорит. Подача Сэма Дернову попадает в сетку. Три-четыре. Динамовцы два поражения от «Факела» из нового рингоя. Но там действительно «Факел» в лице Дмитрия Волкова и партнеров, как мне кажется, прыгнул выше головы. Но атак, конечно, «Динамовцы» стабильно по сезону, ничего не скажешь. И победа в Кубке страны стала тоже большим достижением. Но мы видим, сейчас нижегородцы навязывают борьбу на старте этого поединка. Брейковое очко забирают себе. И Александр Петеркин на подаче. Неплохо нижегородцы провели, в принципе, игру против «Казанского Зенита», предыдущую здесь же в Заречи. Но надо сказать, что в каких-то деталях все-таки казанцы были посильнее и свои шансы находили. В атаке, но нижегородцы там даже легкая пробуксовка и просто шансов тебе казанцы не оставляют. Поэтому 0-3. Но опять же, многие болельщики, почитатели клуба АСК отмечали, что все-таки игра действительно была живая. И она очень многим понравилась. Как она будет сегодня? Посмотрим. Веру. Выбитый прием. И в итоге мяч улетает за пределы площадки. Никто его из нижегородцев достать не может. Мяч. И вот вновь динамовцы, так не мудрствую и лукавую, выходят вперед на 2 балла. Веру снова на подаче. Но здесь вал. А вот так хорошо вложился, но тут уже перебор. Обычно губит. Ну и Виктор Никоненко на правах капитана. Сегодня надо отметить еще и Андрея Титича. Поскольку стал чуть ближе к Виктору Никоненко. 10 марта Андрею Титичу исполнилось, то бишь, сегодня 35 лет. С чем, конечно, от всей души доигровщика нижегородской команды поздравляем. Виецкий как раз Титич. Передача на Титича, но здесь здорово. Баранов. Алибера. Динамо играет. И снова нижегородцы. Неплохо в окончании этого затяжного розыгрыша. Мы видим, да, этот традиционный пайп от Александра Петеркина. Он вылетает с задней линии на Петровс. Попробует тут усложнить жизнь московскому Динамо своим планером. Получается, мяч переходит на другую сторону. И разорван блок. В данном случае Шкулявича-Се. Лихошерстова. Алихошерстов упевает. Шкулявича-Се. Панков. Передача на Семышева. И снова неудачно для московского Динамо. Семышев по нынешнему сезону таким х-фактором в московском Динамо становится. Кубковых баталей очень здорово помог. Но и в предыдущем матче, например, в Сургуте. Выглядит очень неплохо. Но здесь переходящий мяч. И именинник караулит всю эту тему. Андрей Титич. Ну, а Петровс так серьезно задержался на подаче. Уже 9-7. Вот этот планер, конечно, стал серьезной головной болью. Но вот, наконец-то, московская Динамо снимается на подаче Петровса. И 8-9. Семышев пошел подавать. Ну, Семышева были травмы по началу сезона. Но вот к кончанию он действительно становится одной из главных боевых единиц в московском Динамо. Петрас. Где Титичу? Андрей Титич, привет там. Самым верхним рядам. Плохо за речи. А от рук блокирующих мяч летит. Едва ли на другой конец Нижнего Новгорода. Титич подача. И атака. Берл. Хорош бельгийц был сейчас в этой атаке. Лихошерстов. Вот у него тоже планер колючий. Но летит он ваут. На радость АСК и Нижегородской публике. Кстати, есть определенный резерв Константина Брянского. В запасе есть еще Ярослав Подлесных. Который тоже, скорее всего, очень скоро может появиться на площадке. Ну, а пока вновь бельгийский легионер Динамо завершает очередную комбинацию. Ну, Московского Динамо, они сами пропагандируют, что хорошая игра на блоке, в защите. Ну, Брянский отмечает, должен быть, естественно, априори волейболе позитивный прием. Но там где-то и на подаче могут заработать. Но мы видели, как Власов уже делал эйс в начале этой встречи. И вот сейчас, кстати, опять же Илья Власов. Переходящий мяч караулит. Ну, и такой своеобразный ответ Андрею Тичичу. Абсолютное равенство на табло. 11-11. Шкулявичу отправляется подавать. Романос тоже был одним из самых результативных в предыдущем матче с Газпром Югрой. По 17 очков вместе с Семушимой они набрали. Ну, и вообще, Шкулявичу, надо признать, достаточно неплохо меняет цвет на Соколова. Ну, да, Болгарин, конечно, хорош в этом сезоне. Его атаки там порой поверх блока просто завораживают. А здесь Петверкин приводит в восторг болельщиков на трибунах. Ну, вот понятно, что с Соколовым, наверное, было бы сложнее сегодня Айска. Но, опять же, Шкулявичу с Абеки, что называется, не порт. Панков. На дыру. Снова тот пробивается через блок. Снова не идеально захлопнулись двери этого двойного блока. Видим, что Виктор Никоненко добегал, но сместиться до конца не успел. Достаточно все быстро динамо все делают. На дыру, сетку и... 13-13. Ну и вот так по первой партии пошли они рука в руку. Петверкин подает. Мощно. Принимает Панков наш Кулявич. Но, что я вам говорил. А Соколови при такой атаке можно и не вспоминать. Пока, по крайней мере. Понятно, что противостояние Кубка ИКАВ с питерским зенитом болгарин понадобится. Ну, а пока Илья Власов. Через планер. Хотя Власов умеет подавать и силовую подачу. Ну, а здесь с пареньком такого роста спорить запросто непросто. Вадим Лихошерстов. Первым темпом отблок отыгрывается ваут. Два 18-го Лихошерстова. Многие очень добавили в московском Динамо. Отмечают специалисты. Тот же Лихошерстов лучше стал выглядеть в московском Динамо, нежели это было в Казани в Зените. В 14-15. Их прибавляют и другие парни. Косую подачу дядя Вити заряжает, но удается сняться. И в данном случае, по сключам, хотя вроде бы так туда под самую линию косо. И, казалось бы, могут возникнуть сложности у Динамо. Ох, вот сейчас вот закрываем глаза от страха. Но поскольку Павел Панков попытался включить свой пулемет. Но Панков, по моему личному мнению, просто бесподобен, конечно, на подаче. Да, он совершает ошибки. Но, смотрите, как все близко к боковой линии. И, конечно, связующий с такой подачей, это, конечно, огромное подспорье для любой команды. Прежде всего, для московского Динамо. Подает убийственно. И еще, я думаю, не раз Межгородство зажимует глаза во время подачи Павла Панкова. Ну, а пока Антон Семышев. Ну, вот это совсем не страшно, согласитесь. Срезается мяч и в итоге улетает далеко. Китич похитрее. Что-то попытался придумать от Шкулявичаца. Чехлят. Ну, а дальше Миецкий. Ваш выход. Перевод нужен. Да, Мерр справляется. Питеркин. Арбитр показывает. Межгородцы. Этот балл достается. Хотя там были какие-то упросительные моменты во взгляде московского Динамо, игроков московского Динамо. Лихошерстов. Лихошерстов, да, отлично, просто. 18-17. 18-17. АСК, конечно, если попробовать зацепиться в этой партии, нужно быть крайне внимательными. Сейчас держать сием во что бы то ни стало. Понятно, что Питеркина у Александра не всегда на приеме складывается, но в этот раз все идеально. Виктор Никоненко возвращается на паркет. Иван Валеев, номер 13. 18-17. Иван Андреев. Ну и Иван Валеев сегодня не с первых минут, как это было в предыдущем матче, но... Готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Валеев. А вынести. Что-то новенькое. Выгру своей команды. О-о-о-о! Какой красавец Илья Власов там. Подпрыгнул куда-то под своды просто. Власов вот тоже добавляет. Он сам признается, что после перехода в московское Динамо были определенные проблемы. И там даже где-то два сезона можно считать потерянными. Но вот и в этом, конечно, Власов вновь на высоте. И вот сейчас момент такой характерный в игре. Завис. Забил. Ну, а здесь Динамо в целом. Подарок совершают. Подарок для АСК прежде всего. Но Ильецкий. Что на подачу покажет. Дару переходящий мяч. Фриболы можно решать. Так. Титич. Начинает говорить о том, что было касание там кого-то из игроков Динамо. Ну, понятно, что он в площадку-то совсем не попал. Ну, что там арбитры на день рождения Титичу отдадут результативный бал. На касание блока смотрят. Это ли? А теперь. И это ли? Вот. Ну, и сейчас. Сamenteину за Сказан. Затягивается этот просмотр, всем в томительном ожидании, но еще тут такое понятно, что если брейковые очки сейчас достаются московскому «Динамо», там иди попробуй догони, и найди этот обратный брейк. Я говорил о том, что «Газпром», «Югро» и «Динамо» разобрались в трех партиях, но там первые две, это все очень близко по счету. 25-23 в первой партии. Да! С днем рождения, Андрюша! Все верно! Касание блока, и 20-19. Ага. Виецкий, но еще раз попробовать мощную подачу сделать, но в данном случае верхний трос попадает. Дмитрий. 20-20. 20-20. 20-20. Сандерон. Питеркин на пару с Тичичем справляется, ну а дальше, дальше Виецкий. Вашу это Дмитрий. Но понятно, что Виецкий сегодня должен просто молотить. Из раза в раз, в противном случае не все может кончиться благополучно для нижегородцев. Ну, а мы говорили не раз, когда Виецкий в огне, а там под тридцатник набирает. Действительно, в нижегородцах многое получается, а здесь еще можно попробовать цепануть брейковое очко. Виецкий! Да, есть. И есть такое дело. 22-20. 22-20. И Константин Брянский, конечно же, в эту игру включается. Игря тайм-аут. Посмотрим повтор. Игря тайм-аут. Да, Константин Брянский в декабре 2018 года пришел в московское Динамо. Ну, так потихоньку, потихоньку, действительно, команда, что называется, обрастала миском. Ну, и вот теперь уже есть определенные знаковые победы, как победа в Кубке страны. В декабрьском. Ну, а пока мы смотрим, и снова Власов. Снова он подвисает. Ну, Власова 2-12. И так еще висит. Замена в команде «Динамо». Неплохо в воздухе. Илья Власова. На площадке Чесовский-Фитискс. Номер 10-й. 21-22. Светицкес появляется на площадке. Все это на усиление подачи. Ну, и давайте посмотрим, что ущипывается. Петровс. Короткая передача. Титич. Под боковую линию там сейчас посмотрим на повторе. Да, под самую боковую. 11-й Денис Петровс. На площадке Виталий Титцов. Номер 10-й. 23-21. Вот сейчас, конечно, тут любопытно даже посмотреть, как будет действовать Московская «Динамо». Это включение. В подобных эпизодах. А в итоге блок. Титцов и Антон Андреев. Закрывают эту калитку. 24-21. Ну, не знаю, не знаю. Динамовцы попадают в достаточно сложную для себя ситуацию. Три сетбола у АСК. Ну, и еще один тайм-ал. Давай-давай-давай-давай. Борято, что динамовцам абсолютно не нужны вот эти вот разговоры самых разных экспертов в преддверии финала Кубка ИКВ. Ну, когда команда вот так вот идет по турниру, я имею в виду регулярный сезон. Всего два поражения. Ну, наверное, все-таки факелу. Дмитрию Волкову и его банде проиграть. Пусть даже дважды нигде-то не зазорно. Но больше поражений никаких и не было у команды Абрянского. Ну, а дальше Виктор Никоненко сейчас подал. Ну, и, естественно, в преддверии финала Кубка ИКВ могут появиться разговоры, что динамовцы, может быть, где-то расслабились. И опять же... По запросу команда ИСКА состоит в совместной процедуре в виде просмотра горбового момента поле аута. Да, поле аута будут смотреть по запросу АСКА сейчас. Да, Кубок выигран. Регулярный сезон для динамовцев тоже стал блестящим. Первый раз за 14 лет выигрывают именно регулярку. Белы-голубые. Но здесь вот мы видим аут. Запрос не удовлетворен. 22-24. 22-24. Ну, можно было, да, рискнуть. Там не солить же эти челленджи. Но самая тревожная сейчас ситуация, конечно, Павел Панков на подачу. И вот это действительно. Болельщики включаются на полную катушку. Панков мощнейшая подача. Титичу тут приходится все это выгребать. Дальше тройной блок. И вот теперь динамовцы уже здорово играют на блоке. И в итоге 23-24. А Панков-то снова на своем месте. Излюбленном. 24-23. Ну, и тут Юрий Филиппов, конечно, берет тайм-аут. Тучи немножко сгущаются. Характерный жест Юрия Филиппова. Понятно, что нужно держать высоту. Сейчас при любом раскладе нижегородцам где-то, может быть, отыграться от блока. Но динамовцы сейчас действительно навалились тут над сеткой. Проблема Павла Панкова остается на подаче. Сейчас может и еще прилететь. Да, может и ошибиться, кстати, Павел Банков. Но все-таки, насколько много он делает полезного именно на подаче. И вот, пожалуйста, переходящий мяч. Все это выливается в то, что Шкулявичес атакует. И все. Растаяло трехочковое преимущество АСК. А между тем Панков-то на своем месте остается. Ну и вот сейчас второй тайм-аут Юрия Филиппова. Все получилось на финишной прямой. Я имею в виду два тайм-аута сначала. Константин Брянский берет теперь Юрий Филиппов. Получается, не зря они подсолили их на окончание первой партии. Итак, нет, не уложились. Две команды, отведенный формат на балансе еще. Поиграем и посмотрим, все-таки, куда качнется. Вся эта история первого сета. 24-24. Панков расчехляет пушку. И здесь аут. Тут даже судья не успевает, по-моему, увернуться. 25-24. От этой пули. Панков и Линейного изрядно напугал. Но Петрос, его планер. Нижегородский связующий сейчас может кое-что порешать. И Семышев не попадает по блоку. Будет ли Брянский смотреть? Да нет. Похоже, что не будет. 26-24. А СК забирает первую партию. СК забирает первую партию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 14-м туре между нижегородским АСК и московским Динамо. Лидер регулярного сезона гостит сегодня в Нижнем Новгороде, но и после стартовой партии уступает. 26-24 нижегородцы на балансе все-таки дожимают белоголубых, но и посмотрим, чем ответит подшипный Константин Абрянского в этой второй партии. По первому сету все было достаточно ровно. Видно, что определенный запас, наверное, у московского Динамо есть, но поскольку при счете 24-21 в пользу хозяев включились по полной программе и достали. Эти три очка просто отжали усилия на подаче Павла Панкова и, естественно, его партнеров. Но вот во второй партии где-то, возможно, сходу динамовцы начнут поддавливать. И вот мы видим, что 0-2, а вернее 2-0 динамовцы сразу два очка зарабатывают. Тут настроение улучшается у бельгийского доигровщика Динамо Сэммадеру и Семышев подает. Петра с пятырки успевает разорвать этот блок. Вновь тут Шкулявичус и Лика Шерстов. Попытались быстренько сдвоиться, но это вроде бы и высота-то недостаточно большая была у Петеркина. Но сумел там пробиться. Ну а здесь в трос такое ощущение попадает динамовцы, но было касание рук. Виецкий и Антон Андреев будет последнюю передачу делать. Понятно, что ничего хорошего из этого получиться, наверное, не могло. Хотя разные случаи бывают. Ну а тут Петеркин решает, что никаких трех пасов не будет. Будет просто сбрасывание в определенный момент в нужное место. Эрес. И Шкулявичус не уйдет. Антон Андреев. Беру словно мельницы сейчас атаковал бельгиец. Но так не выжили особо ничего из этого москвичи. Но здесь Беру пытается снова нагнетать. Даже в ситуации безнадежной, казалось бы. Но и в данном случае все эти усилия, как выяснилось, были не напрасны. Динамовцы блоком отыгрываются. И в итоге 3-2. Лихошерстов идет подавать. Ну, сам Вадим признается. Вполне он может своими 2.18 воткнуть в силовую. Но зачем, если его планер для многих команд действительно является большой головной болью. Здесь, правда, Нижегородцы справляются. И Виецкий имеет возможность пробиться через блок. Но не тут-то было. Питеркин, Титич. Еще раз Виецкий. И, пожалуйста, мимо блока в площадке. Недоумевает Деру и Власов. Где же там Виецкий нашел дыру? И сам же Дмитрий отправляется подавать. Он сегодня неплохой настрой у Дигонального АСК. Так иногда бывает выпадает, когда он не идет. Но вот сейчас с подачей не все в порядке. Максимально усиливает. И откровенно перестарался Дмитрий Виецкий. Роман Шкуляевичус. Тоже очень высоко в небо. Но здесь, как показалось, немного смягчил в окончании. Но Андрей Титич. Как эмоционально. Вылетает с задней линии. Титичи. Прибивает этот мяч к площадке. Питеркин. Далековато. Цели. Но опять же, пока команды вот после буйного такого начала. Московского Динамо. Которые попытались заработать несколько очков на старте. Пока команда соперника, что называется, навесели. Нет. Нижегородцы включились. И сейчас опять же держат методично свой съем. Но здесь первый темп. Ни о каком почете говорить не приходится. В отношении Виктора Никоненко. Первый темп. И Власов караулит всю эту тему. Правда? Дэрл совершает ошибку. Вроде и бил как-то, словно накатиком туда. Но мяч через сетку так и не перелетит. Виктор Никоненко имеет возможность сейчас исправиться за счет своей подачи. Но в итоге динамовцы очень неплохо сейчас комбинируют. Заигрывают. Беру. И тот, вылетая с задней линии, пробивается. Через Антона Андреева и Андрея Титыча. Илья Власов. Ну вот, пожалуйста, в силовой манере. И в обратку прилетает. А московскому «Динамо» после классной атаки Дэрум здесь тем же самым отвечает Петеркин. Его пайп. Ну а Петровс. Все мышева. И приходится Панкову просто этот мяч перебросить на другую сторону. Ну а в данном случае двойной блом безупречен у белоглубых. Закрывают Дмитрия Виецкого. Ну и вновь. Паша пулемет. Жмурьтесь, друзья. Здесь Зеленков, конечно, хорош. И там от блока. От рук Семышева, по-моему, мяч попадает в антенну. И Титыч победно вскидывает руки. Сам же на подаче. И. Хитрил Андрей Титич. Ну а здесь Вовновь. Так, пытался в район пятой зоны зарядить в самый угол, но он не попал. Тон Семышев. В принципе, он тоже может здорово подавать. Но в московском Динамо по-другому не бывает. У них все нормальные ребята. От блока приходится этот мяч доставать и переводить его на сторону соперника. Здесь Зеленков. Так, ювелирно попытался в боковую линию попасть. Давайте посмотрим на повторе, где же все-таки был этот мяч. Ну, тут мы видим, что Шкулявичев и Семышев контролируют ситуацию. И видят прекрасно, что мяч идет в вал. Так. Семышев. Ну, тут динамовцы вроде бы переговорили и принято решение, что далеко. Совсем не время брать там какой-то челлендж. Здесь Антон Андреев Баранов принимает. И мяч стрянет буквально там в блоке. И вновь Питеркин тем же самым занимается, что было буквально несколько минут назад. Семышев, а стоило ли трогать? Хочется задать вопрос Антону. Но там, видимо, касание было, поэтому для Семышева все было без вариантов на задней линии. Вот мы видим эту ситуацию. Питеркин, борьба. Но да ладно. Ох ты! Ха-ха! Дядя Витя, ну ты красавец! Просто великолепный момент со своими 197-2-18. Вот это горшочек. С Маслицем ничего не скажешь. Смотрим повтор. Лихошерстов просто на одиночном блоке Виктор Никоненко расправляется. Но здесь Лихошерстов берет своеобразный реванш. И 11-10. Сам Вадим Лихошерстов отправляется подавать. Есть прием Питеркина. Но далековато этот мяч отлетает. Там Петровс даже находясь спиной к сетке попытался руку вынести. Авось свезет и попадет мяч снова на сторону московского Динамо. Но все-таки какие-то были сказки Венского леса. Лихошерстов бомбит своим планером. Ох! Но тут просто пытался идеально над сеткой мяч отправить. И верхний трос играет за АСК. 11-12. Виецкий. Здесь можно попробовать поискать брейковые очки. С подачи но отправляется Панков длинная передача и аут от Шкулявича. но пошло вот это пощипывание руками. Будет челлендж на предмет касания блока. только касания блока. Спасибо. Спасибо. Субтитры 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 касания все-таки там случилось. Игроков Нижегородского АСК. И Шкулявич на подачи 13-11. Ну вот здесь главное волейболистам АСК не раскиселиваться если конечно хотят они зацепиться в партии под номером 2. Петра все с самой сетки. Так. Ну одни показывают что Петеркин сетку задевает. Второй всем своим видом демонстрирует что там некое касание антенны было. В итоге арбитры отдают одну очко московскому Динамо и тайм-аут Юрия Филипова. Но поскольку преимущество становится таким уже действительно опасным для АСК московского Динамо. ну и есть ощущение что нижегородцы сделали некие правильные выводы из поражения 0 3 от зенит я говорил дальше трансляции о том что за это поражение никто камень в огород аска естественно не кинет как сказал наставник аска юрий филиппов в принципе добавлять еще есть чем и вот сегодня пытаются нижегородцы навязать борьбу московскому динамо который между тем для важных казань проходила с другой стороны казань сейчас совсем и на чем середине регулярного сезона смотрим чем закончится этот эпизод а закончится великолепной атакой андрея титича из четвертой зоны врубает по полной программе доиграл щекайска но вот видим лох подрубил международный скандал мог быть но шучу конечно сама дыру там мяч попал но и уже атака в обратную сторону ну и кстати дыру очень быстро восстановилась 15 13 укорачивает сэндеру здесь первый темп виктор никогенко власов показывает своим парням ребята я еще поймаю центрального блокирующего аска но действительно власов хорош хорош на блоке но предыдущем эпизоде виктор никоненко безупречно подает над самой сеткой здесь титич одиночный блок но чувствует сегодня на подъеме андрей титич играет я говорил о том что сегодня ему 35 лет исполнилось действительно с хорошим настроением тут на предматчевой разминки наблюдал за ним с постоянной улыбкой какими-то подколами причем не над игроками соперника но понятно что титич своей биографии много кого знает и в том числе из московского динамо а здесь еще атака классная виецкого и недалек тот момент когда константин брянский попросит тайм-аут ну вот да то что о чем я говорил пора тоже обрезаться в эту игру наставнику московского динамо да да мне это философия константин брянского как-то говорил об этом в интервью что должна быть подача мяч должен обязательно и лететь площадку но подача не должна быть простой пытаться усложнять при каждом удобном случае пока виктор никоненко и поехали под громогласным громогласную поддержку трибун но здесь сэндер уновь берется в свои руки и высота какая потрясающий так обратные замены пошли есть замены и у московского динамо свинтицкий с выходит на усиление подачи а у брянского есть возможность поговорить классом признание обоих у них хороший диалог между собой брянский власова доверяет и вроде бы сейчас все пошло в город но вот чес как-то не очень чесанул данном случае просто в сетку пробивает и в итоге обратная замена чего выходил спрашивается петраус латвийское письмецо запускает на другую сторону но ничего это не пугает московская динамо все мыши в спокойно завершает атаку павел панков посмотрим если какие-то страхи на другой половине до мощно понеслась называется панков там куда ты в пятую зону колотит и нет никакой возможности там виецкий сейчас в этом месте находится туда же но здесь петеркин включается виецкий обманный финк нет и вот то что работает московском динамо зачастую не тратят они силы на третью передачу панков вроде бы доводил ну дыру принял решение атаковать сразу такое московском динамо случается этой философии китич но не всегда не всегда в любом случае все очень ровно и нижегородцы могут к финишному створу вновь подходить при абсолютном равенстве но для этого нужно держать съем все мы шеф хорошая подача получается здесь петровсу нужно быстренько подстраиваться закрывает вадим лихошерстов но а где же это характерный знак лихошерстого ладно может еще сегодня по игре увидим и петеркин будет разбираться но здорово в защите сначала смягчили блоком потом всего что достал и атака с эмадеру но вот это тревожно не пора ли тайм-аут взять юрия филиппову да пара 21 18 м москвичи вот на этом отрезке когда нужно было сняться добавляют очень сильно илья власов тут в этой паузе благодарил и подбадривал антона семышева но поскольку семышев действительно именно он герой этого отрезка и его подачи приносит свои плоды московскому динамо здесь зеленков хорошо доводит мяч до петровса можно быструю атаку но в защите есть фрибол правда еще одна атака антон андреев а так ближе к качанию регулярки все чаще доверяет юрий филиппов антону андрееву и сегодня выпустил его в старте по сезону дома больше мы видели игру где-то может быть с александром мельниковым качество центрального блокирующего он сейчас последних матчах антон андреев пользуется доверие а это подача ивана валеева не разобрались здесь либер и евгений баранов партнеры но 20 21 пока все равно динамо впереди да все машину тут заблудились немного между собой пока в любом случае динамовцы понимают что очень многое а в этой второй партии зависит только от них 21 20 а вернее 20 21 динамо на съеме сейчас и пока можно держать пробовать эту разницу и может быть иван валеев еще тут затащит своей подачей и вновь здорово подает но флажок вверху на юрий филиппов говорит давайте-ка посмотрим это ведь шанс там действительно где-то близко но вот повтору наверное даст вернее не наверное абсолютно точно даст нам ответ подсказывает нам на режиссер что по телевизионной картинке вроде бы как и мяч даже попал но здесь должны быстро арбита разобраться нет а у все-таки out пусть небольшой но он есть но шанс был шанс был 22 20 великошерство на подаче и все внимание на площадке а иска сейчас максимальная концентрация в глазах но и здорово здорово конечно приняли и отличная передача дениса петровса 21 22 но вот виецкий еще сейчас на подачи это тоже некоторая тревога для московского одинам поскольку виецкий может традиционный высокий подброс всем ушел мяч попадает тут здорово в доигровке и доводит мяч переднюю линию ну а дальше доигровка великолепного динамо вот та ситуация о которой я говорил да динамо небольшое преимущество попробуй там брейковое очко набери никоненко первый темп от блока берут вас вам сделали все что могли но капитан айска в данном случае мощно по блоку и дальше мячевал без шансов его достать китыркин подача ох дэро отыгрывается от рук но будет вторая атака сэма есть страховка у нижегородцев и можно попробовать атаковать титич красавец андрей титич и возвращает интригу на максимум в этой партии двадцать три двадцать три петеркин здорово подает и не касается мяч конструкции потолка но здесь блок еще момент панков перестарался в данном случае павел панков почувствовал себя спасителем сия динамо но вот мы видим от души пытался сыграть связующий московского динамо 24 23 айска впереди и вновь петеркин но здесь перебор конечно 24 24 и вновь у нас все будет заканчиваться на балансе и во второй партии на что первые 26 24 нижегородцы выиграли но сейчас совсем уже другая история титич прибивает мяч полу вместе с либера евгением барановым и двадцать пять двадцать четыре никоненко ну и болельщик конечно включается по полной программе сейчас дополнительный мотиватор классов да все-таки восхищаюсь я вот этим первым темпом от или власова какая все-таки высота съема у этого игрока двадцать пять двадцать пять сам глаз от на подачи венецкий так касание антенны было или что 26 25 динамовцы чуть прибирают инициативу теперь уже у нижегородцев нет никакого права на ошибку власов неплохо подал и есть блок у москвичей завершается партия 27 25 уже в пользу московского динамо но насколько яркий волейбол сейчас демонстрируют два коллектива на и конечно же в такой атмосфере смотреть волейбол одно удовольствие вот в преддверии этого самого продолжения удовольствия ждем третью партию и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Себе в сет, но и Птич уже готов к подаче. Под заднюю линию здесь Лукашер став. Его первый темп. С хорошей высоты. Еще раз смотрим. Ну да, тут одиночным блоком Антону Андрееву было тяжело закрыть эту атаку. Хотя мы помним по предыдущим партиям, что порой подобные вещи случаются. Тут красочный момент с Виктором Никоненко. Но здесь нижегородцы отвечают. И Антон Андреев на подаче. Ну, тут недурно в защите нижегородца действует. Вроде бы смягчили блоком, но Питеркин, видимо, посчитал, что мяч летит в аут. Два-один. Два-один. Семышев. Мы уже видели, что у него может полететь. Но здесь полетело, но в сетку. Два-один. Вот у Казани Константина Брянского подавать с затруднениями. Оно, конечно, все это чревато достаточно большим количеством ошибок. И это мы видим по сегодняшнему матчу. Но с другой стороны динамовцы от своей философии не уходят. Три-два. Ну и понятно, что московская «Динамо» будет биться за самые высокие места в нынешнем сезоне. Победители регулярного сезона им достается организация пенала шести. То есть в Москве он пройдет. Ну а пока Виктор Никоненко на блоке. И здесь все-таки предпочтительные белоголубые. Ряд рикошетов в пользу «Динамо» играют. И Шкуляевичу скидывает этот мяч. А в окончании. Ну вот видим, да. Подсуетилась тут Романос. Выгодный очень момент. И... 4-2 у нас. Хашерстов. Ну вот... Ну это окончание, конечно, эпизода. До этого там головой капитана АСК отыгрался. Льго-шерстов. Виецкий его закрывают блоком. Но вот видим, что сейчас Московская «Динамо», похоже, включается на максимальные обороты. И... 6-2 уже счет в пользу белоголубых. Давайте посмотрим еще раз повтор. Вот, пожалуйста. Занимательный момент. Но, видимо, поражение у второй партии несколько подрубило. Волейболистов АСК в эмоциональном плане. На третью где-то, может быть, не совсем готовыми вышли. Но, быть может, московские «Динамо» тут воодушевились. После того, как сравняли счет, и... Сейчас уже совсем с другим настроением действует подшеф на Константина Брянского. Ну, а Вадим Льго-шерстов продолжает... ...своим планером доставлять неприятности. Ну, вот, наконец-то. Александр Питеркин. Повтор эпизода. Питеркин атакует. Но, да, здорово тут все получается. Обыграл этот блок. Но и сдвинул дело с мертвой точкой для АСК. 3-6. Ух, Ласов. Вновь где-то там он под сводами. Вот видим, насколько все это высоко. Ну, такая настоящая волейбольная эстетика. Красота, вот за которую мы, наверное, и любим волейбол. 4-7. Капитан АСК. Сможет ли он что-то сделать? Хорошая подача получается, но подстроится там. После доводки Панков. И просмотр. Да. Да, без просмотра даже отдают балл нижегородскому АСК. Ну, это атака с задней линии. И там, видимо, был засток. Виктор Никоненко как же требуется. Хорошая подача капитана. Но сейчас, вновь, тут некая пауза у нас нарисовалась. 5-7. Пытается, пытается нижегородскому все-таки достать где-то по счету московская «Динамо» уже. И падает мяч. Но вот то, что требовалось от капитана АСК. Титич тут так потряс. Конкретно. Виктор Никоненко. Мы видим повторы этого эпизода. Дэру Виецкий. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ошеньки. Тут бы не разбиться. Дмитрию Виецкому. Такое неприятное столкновение с рекламным щитом. Но, видимо, улыбку на лице Виецкого. Значит, все нормально. Мог, конечно, там повредиться. Но, благо, все ничего заканчивается. Опять же, благодарим Дмитрия Виецкого за его самоотдачу. Титич не справляется с подачей. 9-6. Но показывает всем своим видом. Да, такое бывает, но я сейчас исправлюсь. Сандеру. Действительно, Титич справляется. Виецкий. Нет. Мяч. Да ладно. Но вот это все было не... Это было все, конечно, неожиданно для Нижегородской команды. Деру занимается последней связкой. Вот его передача. Ну, а Семушев уже просто тут вылетает на Петровса, который все-таки где-то, может быть, по месту там оказывается у сетки. Но ничего сделать не может. Снова Виецкий. Снова такой отведенный мяч на тройном блоке. Конечно, тут не пробиться. Зименков ногой и снова Панков хитрющий. Ну, кто же зарешает-то? В итоге Динамовцы. Да нет, наверное, нет тут смысла Андрея Титича. Может быть, сам себя заводит вот этими разговорами с арбитром на вышке. Понятно, что расстроен. Здесь был вот этот... Мяч кексанул чуть по-другому. И можно было снова продолжать атаковать. Да, ну и здесь прием тяжелый. Титич придется самому разбираться. Разбирается через трос. Ваут выходит. В итоге этот мяч 12-6. Да. Интрига. Вроде бы нарисовалась, но динамовцы вновь включились по полной. Поехали. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Заканчивается тайм-аут, но понятно, что пытается подзавестись ниже Коротца, но вот сейчас складывается впечатление, недалековато ли уехал этот. Пояс под названием «Московская Динамо». А посмотрим, повлияет ли это как-то тайм-аут на происходящее. У нас Хайбулов появился в качестве связующего на площадке вместо Петерсону. Традиционная ситуация. Здесь Панков вновь пытается порешать всех и вся, а в итоге блоком его закрывает. Мяч так предательски падает в паркет. Ну и вот мы видим повтор этого эпизода. Ну а Панков там обращается к партнерам, мол, ну чего ж вы не страхуете, вы же знаете, что я могу взять на себе. И Виталий Фицов появился тоже на площадке у АСК. Власов. Да, там иди попробуй дотянись. Попытался. Между тем Антон Андреев. Но мяч валится на половине нижегородской команды. Илья Власов. Достаточно легко. Здесь есть прием. Петеркин вылетает с задней линии и... Классика ТСК. Во второй половине нынешнего регулярного сезона. Ну, я имею ввиду тот момент, когда Петеркин наконец-то выздоровел и начал появляться в составе. Андрей Титич. Плашечку-то, конечно, надо бы исправить. А в итоге Титич забивает. 9-12. На плашке 34 у Андрея Титича. Но мы уже говорили об этом сегодня не единожды. 10 марта 35. Семышев с Деру тут общими усилиями принимает. Ну, а дальше хорошая атака по блоку и... Безнадега. Точка Ро в плане попробовать достать его. Итак, Павел Панков. Укорачивает и сложно как. Вот таковой подачей может порадовать Павел Панков. А без вариантов. Первый темп. Ну, вот нечто подобное мы видели от Виктора Никоненко, когда мяч за трос зацепился. И затем падает. Прямо-таки вблизи сетки. Ну, и вот сейчас то же самое демонстрировать Павел Панков. Он остается на подаче. Ну, и что? Врубит по полной. Нет, снова укорачивает под самую сетку. Одним движением переводит вновь мяч на сторону Нижегородской команды. Ну, вот оно движение. В стиле Вадима Лихошерстова. Руки вверху. Ну, а дальше падают, 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 падают. Листьян. Кистьями он там обозначает. Сейчас посмотрим еще раз этот эпизод. И вновь Панков. Да. Ну, вот она, пуля от Павла Панкова. Да, если, конечно, Томас Саммелво вдруг каким-то чудесным образом не возьмет в сборную его, это будет, наверное, огромной ошибкой. Ну, представьте, связующий с такой подачей. Но, честно говоря, мало кто так может зарядить в Суперлиге. Так, может быть, где-то Виктор Полетаев может подать с такой силой. Но, естественно, не относительно сборной России. Дрожан Лаборич. Ну, конечно, Панков относительно подачи большой мастер. Но, смотрите, какие проблемы. 18-9. Тут уже в этой партии, как мне кажется, очень многое понятно. И снова тут выбивает прием. Валиев едва этот мяч успевает коснуться. И атака Шкулявича в аут. Ну, такое ощущение, что и Нижегородцы, наверное, где-то уже понимают, что в этой партии ничего ровным счетом не светит. С другой стороны, волейбольная наука гласит, что нужно попытаться в окончании даже уже проигранной партии попробовать снова найти свою игру для того, чтобы в следующем сете дать настоящий бой. Ну, а теперь хитрит уже Панков. Все там притаились ближе к задней линии и считают, что не сейчас Паша-пулемет там снова зарядит куда-нибудь под заднюю линию. А она в итоге тут укорачивает. И все это становится большим откровением. Ну, а дальше Лихошерстов и его коронка вместе с партнерами. Ну, вот сам, лишь сам только Павел Панков помогает нижегородцам сняться. Наконец-то на его подаче, поскольку зарядил сетку. Ну, и 10-20. Лихошерстов не пробивается через двойной блок. Зато Семашев чуть получше, но есть атака у вроде бы нижегородской команды. Никоненко там мяч на другую сторону переводит. Причем достаточно мягко и очень удобно для Вадима Лихошерстова. Он даже не прыгал в данном случае. А зачем? 2.18 позволяет такой мяч махнуть на другую сторону без каких-либо проблем. Семашев. Ну, вот Фицов на чистой сетке обманули, наконец-то, нижегородцы этой комбинацией московичей. Динамовцы все прекрасно понимают. Тут где-то, может, усердствовать и надо. Сандер смеется уже широкой улыбкой, понимая, что... Но сложности еще будут. Сложности будут. Тройной блок как раз против бельгийца. И вот он, чудесный горшочек с маслицем от нижегородцев. Панков. Ну, вот теперь Деру все делает грамотно. Замена в команде нам. Есть строка под номер 2, 9 класса. Плэшерстки номер 13. Как все белогорцы. Месты игрока. Так, замена пошли у нас. Свинтицкис выходит на площадку. Да, но я помню усиление по ходу второй партии на подаче. Тогда ровным счетом Чеслов ничего не сумел изобразить в этом волейбольном элементе. Но здесь, вот смотрите, для чего его, оказывается, выпускали. А с другой стороны, тут все великолепно складывается в пользу нижегородской команды. Вроде бы и мяч переходящий. Однако Валеев там, по-моему, с Виктором Никоненко на пару закрывает атаку московского Динамо после того, как мяч получился переходящим. Это как раз вот то, о чем я говорил, что от Филипповым нижегородцы наверняка получили указание биться в этой партии для того, чтобы... 23-13. Игра с первых розыгрышей была на уровне. Шкулявичус. Хайбулов на Фицова. Очень быстрая передача. И вроде бы Фицов тут все делал здорово, но... В защите Валеев. Фицов сбрасывает мяч, но опять же это не приносит успеха. Ну а дальше Фицов и Никоненко где-то между ними там эта брешь нашлась. 24-13. Хорошая передача. Быстрая по длине, все нормально. И, может быть, не очень большая высота, но удалось там пробиться. Никоненко закрывает. Максим Белогорцев. Третий партнер за счетом 25-13. Ну вот так вот. Виктор Никоненко попадает под Максима Белогорцева. Ну и как итог 25-13. С очень серьезным преимуществом московская Динамо. Динамо Белогорцева. Динамо Белогорцев. Динамо Белогорцева. Динамо Белогорцева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертая партия. Подает команда Динамо 0-0. Четвертая партия. Посмотрим, как она будет развиваться. Все начинается с мощнейшей подачи Павла Панкова. Здесь Дмитрий Виецкий разбирается с блоком. Пытается воодушевиться нижегородцы после, ну, скажем, наверное, откровенно провального третьего сета. Негожи, наверное, было проигрывать с такой разницей. Но в какой-то момент не пошло. У Динамо напротив все полетело. Но Негожи в связи с двумя первыми партиями, когда 26-24, первая осталась за нижегородцами, вторая 27-25 уже за московским Динамо. Ну, и в третий счет совершенно иной, полный превосходство, обозначающий московского клуба 25-13. Сема Шафф. Здорово на подаче. Но здесь каким-то чудом нижегородцы смогли перебросить мяч на чужую сторону. С другой стороны, недолго музыка вся эта играла. Динамо опять же подстраиваются и проводят свою атаку. Два-один. Два-один. Нижегородцы, как я уже говорил, задолго до окончания регулярки обеспечили себе место в плей-офф. Но вот еще очевидным фактором в этом окончании регулярного сезона был момент, когда было понятно, что будет сложно с каждым соперником, который достался в этом окончании. Тут тебе и выезд в Новосибирск, и предыдущая игра с Казанским Зенитом, и лидер регулярки Московская Динамо. Но и последняя встреча в это воскресенье, 14 числа, тоже, наверное, не сулит... Да не, наверное, абсолютно точно не сулит легкой жизни, поскольку Кузбасс пока свои задачи решает. И кем, если команда, конечно, будет настроена здесь, в Нижнем Новгороде, побеждать. Пока же смотрим за мощнейшей атакой Дмитрия Виецкого. Там в плечо игроку Динамо попадает и улетает далеко за пределы площадки. Вот смотрим еще раз повтор. Шкулявичус попался на пути. Шкулявичус по линии против Титича. А пока 3-3. Динамо тут еще и кое-какие замены произвели. Как я уже говорил, в третьей партии появился Максим Белогорцев. Но именно он добыл решающий балл в окончании. Но здесь антенна на пути. Атаки Дмитрия Виецкого. Там передача была далеко до безупречной. Вот мы видим заголову Виецкому. Тут пытается этот мяч достать. Но в итоге после его удара антенна встает на пути. А это атака Антона Андреева. Перешел снова мяч на сторону АСК. И дальше уже блестяще. Разрывает защиту Александр Петеркин. Ну и снова все то же самое. А почему бы не воспользоваться, если это работает как часы на протяжении сегодняшнего матча. Петра, ну, не разобрали здесь нижегородцы. Кто будет делать эту последнюю передачу. Но блок. Блок Петеркин Андреев. Пять-четыре. И пять-четыре. АСК выходит вперед. И мяч там. Касание какой-то какой-то детали которая есть на конструкции потолка. Какая-то проволока висит. Нет, ну, действительно в данном случае мяч мог изменить направление. Поэтому тут спорить-то, наверное, бесполезно. Хотя, вот да, коснулось как бы ни было. В данном случае балл достается нижегородцам. И снова Титич достают. Вот защита от АСК пошла. Но не попадает Андрей Титич в площадку. Хотя, конечно, та борьба, которую нижегородцы показали в защите, она заслужила, наверное, успешного завершения этого розыгрыша. Но пока Шкулявич возвращает все на круги своя. Минус 2 у Динамо в этой партии. 7-5. 7-5. Это Андреев. Его подача очень легко в данном случае. Ну и видим, что снова в данном случае Илья Власов. Он вроде бы чуть-чуть по мячу поэтому задевает, но все это идет на такой высоте, что не подобраться. Это не Виктор Никоненко или Хашерстов, которые просто вбивают гвоздь. Но работает это тоже. Очень здорово. Виецкий вроде бы хорошо колотил. Последняя передача Андрея Титича. Виецкий там попытался выбраться, казалось бы, из безнадежной ситуации. Ну а тут динамовцы уже начинают к арбитру апеллировать. Ошибка второй передачи там была. Судья показывает, что... Сейчас посмотрим на повторе. Ну вот, придержал вроде бы. Выберу этот мяч и этот арбитр тут же отдали очко в Нижегородской команде. Виецкий. И снова Власов. Но на этот раз справляются межгородцы. Надо ли смотреть? Не надо, считает Андрей Титич в данном эпизоде. Хотя он в целом-то всегда не прочь. Поспорить, посмотреть, разглядеть. Но здесь было видно, да. В разрез рук мяч пошел и... Без варианта. Власов хорошая подача. И... Все-таки сваливается мяч. Власов там засеменил, попробовал достать ну засеменил это, наверное, не про игрока. Ростом 2-12. В любом случае. Смогли нижегородцы завершить начатые. Ну и 9-7. Атака мощнейшая. Сямаша. Из четвертой зоны. Ну и вновь. Максимальная концентрация. Павел Панков. С первого раза снялись. Благодаря ошибке связующего. Но, видно, еще не время расчехлить свою винтовку. Никоненко. Ответный подарок. так потихонечку две команды подбираются к экватору четвертой партии. Много ошибок сейчас в настоящем моменте. Но вот Семаша здорово подал. Вылавливает дыру этот мяч. Где-то там в районе уже судейского столика. Да, изменяется. Но там, да, в этой ситуации все головушку пригнули. Но если тебе такой дыру прилетит. волейболисты все-таки они немножко в таких моментах элегантнее себя ведут. Нежели, например, баскетболисты, которые порой улетают за пределы площадки, могут и на первые ряды угодить. Нужно только представить, что будет с человеком, с простым обычным, если на тебя прилетит какой-нибудь Шакил Анин. Белогорцев его подача. Да, но вот то, что хорошо происходит у Виецкого из зоны под номером 2, в четвертой не всегда работает. В этой расстановке Дмитрий не так опасен. И вот сейчас мы видим, там был предыдущий момент, когда неидеальная была передача на Виецкого, попала в антенну. Сейчас под тройной блок словно под каток. И снова есть проблема. Проблема в приеме. Вот сейчас у нижегородцев позитива в этой области было мало, и поэтому все происходило в таком рикошетном стиле. 12-11, Динамус уже выходит вперед. Забыт уже этот двухочковый гандикап, который заработал нижегородцы, но и снова Дмитрий Виецкий и снова в четвертой зоне совсем не летит. 11-13, тайм-аут команды АЭСА. Тайм-аут. Юрий Филиппов берет. Все это, конечно, не от хорошей жизни. Да, ну, наверное, надо сейчас где-то Деннису Петровсу, как опытному бойцу и мастеру, поискать некие другие варианты в этой расстановке, когда, честно говоря, тяжело там Диецкому. Я уже говорил, что во второй зоне он там как рыба в воде, просто там разрывает блок зачастую, но здесь вот уперся и все. В эту закрытую дверь никак. И поэтому тут вопрос уже тогда к связующему. Может быть, попробовать найти какие-то другие варианты развития атаки. но вот да, например, вот эту возможность, когда через Питеркина вылетающего с задней линии. Это работало, но вот сейчас не попадание Александра. и мяч никого не касается у гостей. И вот теперь Белогорд ошибается и сразу же отправляется на замену. Но в целом сделал свое дело. Панков, первый темп, Ивласов безупречен. Да, большой процент, конечно, у Ильи Власова в реализации вот этого первого темпа у московского Динамо. Действительно, хорошая, классная комбинация, которая работает на постоянной, основе. Шкулявичус ошибается сегодня, причем ошибается, Рома у нас достаточно много. С другой стороны и очки зарабатывает. Предыдущая партия 5 результативных баллов принес своей команде, но здесь тоже такая нечастая вещь, когда Антон Андреев угодил сетку, но вот все это возможно вследствие некоторой усталости, которая, конечно же, поднакопилась четвертой партии. Укороченный дыру. Виктор Никаренко там постелился, но мяча тут не достал. И снова косо. И так достаточно интересно подается Эмберу, но Нижегородцы на этот раз справляются. Эмберу пытается обмануть своих податчиков, но чувствует определенный запас московская Динамо. Три очка преимущества имеется, где-то можно и похитрить. В антенну, по-моему, мяч попадает, осталось понять от кого. Да, похоже от блока. 18-14 и вот Динамовцы ближе к экватору партии находят некий скрытый резерв в своей игре. Но для этого чувствуется, что Белоголубым не приходится прыгать выше головы, просто включают еще. Ну, а тут Власов кейсом отметился. Челлендж Юрия Филиппова, но возможно, возможно. 15-18 оно, конечно, более интригующее, чем 19-14. В матче с московским Динамо я имею в виду, конечно же, АСК. Если пытаются еще нижегородцы зацепиться в этом матче. Но мы видим, что самодача есть, но вот где-то может быть, сил не хватает. А вы смотрите-ка, мяч-то точно в линию попадает. И не зря так припрыгивал и радовался Илья Власов после своей подачи. Снова непросто Зеленкову лидера АСК. Здесь Виецкий атакует безупречно от блока отыгрывается. Но опять же не многовато ли потеряно в этом четвертом сете для нижегородцев достаточно долгое время шли вровень даже выигрывали в четвертом сете. Но вот затем на фоне наверное все-таки усталости. Понятно, что и динамовцы устают, но с другой стороны там может быть где-то скамейка посерьезно. Петеркин. Но ошибок добавился при подаче ВАСК. Надо признать. Панков. 20 16 Что не получалось на протяжении некоторых розыгрышей сейчас Панков отвел душу. И сам же на подачу творит Павел Панков тут даже Титич немного запутался что ему делать. Но в итоге блок Дамский работает. Кстати стал гораздо лучше действовать вот и в третьей и в четвертой партии. Но действительно Межгородцам очень сложно становится чем дальше идет игра. Ну и надо сказать что характерная команда Московская Динамо ну по крайней мере пометуя о том как складывался полуфинальный матч финал четырех кубка России. Физическая база там заложена хорошая но поскольку матч с новосибирским локомотивом мы помним прекрасно горели просто как бубновые московские динамовцы две партии на раз-два локомотивы уступили и по-моему в третьей проигрывали там что-то со счетом 19-14 а потом включились по полной и три партии забрали но в финале уже не оставили шансов зениту с которым московского динамо играть в кубке и каве уже очень скоро через неделю ну и опять же вот говорил я физическом состоянии московского динамо что с каждой партии они прибавляют опять же показательно в этом плане был поединок ответный с французским монпелье где тоже вроде бы в первых двух партиях рисовалась какая-то интрига ну а в третьей москвичи взяли и просто разбили французов там и счет какой-то был 25-10 если мне опять же память не изменяет так что по физике тут полный порядок но нижегородцы тоже сегодня молодцы вот и сейчас до самого конца бьются в этой партии и уже 19-22 ну а динамо ну что там три очка имеют все прекрасно понимают видите что пальчиками веселится модеру блок ну вот пошла вода горячая в брянске показывает так пора с этим заканчивать концертом по заявкам ну и видим да Виецкий Андреев блестящий на блоке спокойно забыли сняться прием спокойнее лихо шерстов видимо тут по-отечески напутствует Илью Власова ну и понятно что главная фраза которая прозвучала в этом тайм-ауте нужно держать съем поскольку блиндикап достается Денис Петровс Баранов доводит до связующего но может случиться атака АСК там ошибка и интрига пока не умирает но все-таки динамовцы очень близко находятся к тому чтобы забрать этот матч себе в актив Белогорцев второй раз подряд по-моему в аут приколачивает и 21-23 ну вот Титич ваш выход наш сегодняшний именинник помним как в этом регулярном сезоне он заряжал подобные моменты в том же Сургуте с Газпром Югрой там ситуация была похожая ну и видим что случился первый брейк на подаче Андрея Титича второй тайм-аут Брянский второй тайм-аут команды Динамо вновь берет Динамо ну и смотрим Андрей Титич хорошее подача получается третье касание и будет атака АСК площадки площадки 23-23 23-23 23-23 ну вот похоже только у нас третья партия выбивается из общего контекста когда была она проиграна нижегородцами 13-25 ну а в данном случае проявили волю и характер и снова это на подаче Андрея Титич как уже было в нынешнем сезоне и снова мимо кассы мимо денежек Сэм-де-ру 24-23 24-23 но это такой серьезный камбэк со стороны АСК тайм-аут по Брянскому больше нет но Атич продолжает молотить по-моему уже динамцы немного задергались но вот успокаивают все эти мексиканские страсти Романас Шкулявичус и снова у нас третий раз в этом матче баланс Шкулявичус сетку но и тут просто не иствуют болельщики на трибунах Показаречи полном экстазе но поскольку да мало верилось то что смогут нижегородцы отыграться при большом отставании но он есть Андрей Титич и в день рождения как я уже говорил он особенно мотивирован Балиев тяжело там будет но передача нужна хорошая высокая Новеецкого от Руквау мы будем смотреть друзья с вами пятую партию тайбрэк не сумели команда без него обойтись в этой встрече трижды на балансе все заканчивалось едважды в пользу нижегородской команды 26-24 ну и продолжение следует в тябрэк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые любители волейбола! Если вы этого не видели, то вы очень многое упустили. АСК просто рубится с лидером регулярного сезона московским Динамо. В матче 14-го тура пропущен поединок. Казалось бы, безнадежно все шло, к тому, что динамовцы заберут и четвертую партию. Но не тут-то было, но не тут-то было на балансе срывают свой куш. Волейболисты АСК и выигрывают 26-24. В ситуации, когда счет, по-моему, был 23-20 в пользу московского Динамо, но смогли на подаче Андрея Титича просто разорвать динамовцев. А тут еще Титич снова начинает приколачивать защиту Динамо и о никаком позитивном приеме тут говорить не приходится. Начинает нервничать даже Павел Панков. Какие-то указания дает в такой нервной форме. Переходящий мяч, и можно вновь попробовать зацепиться. Да, но тут Титич со своим ударом не перелетает через сетку. Конечно, сокрушается, но надо сказать, что доигровщик сегодня очень многое делает для своей команды. Ну и вот время Павла Панкова все подтащить на те же рельсы. Ну и снова Панков ошибается. Тоже наверняка силы не безграничны. И у белоголубых. Андреев. Ну не слишком усложнил жизнь здесь. Достанет Виецкий и Титич! Нет, не касается мяч блока. Пытался Андрей там от пальцев блокирующих отыграться. Но вновь браво. Браво за игру в защите Дмитрий Виецкий. Опять же где-то там в районе судейского столика этот мяч доставал. Сумышев тут и трос. Немного за Динамо казалось бы играет, но нет. Петеркин. Из четвертой зоны. Зарешал так, как надо. Была возможность тут у Динамовцев и подстроиться. Поскольку достаточно долго летел мяч с одного конца сетки на другой. Виецкий. Хорошая подача. Но и Баранов прекрасен. Шклявичус блок вырос из-под земли, но очень грамотно от рук в аут. Три-четыре. Белогорцев. И снова Белогорцев чудит. Брянский там уже, понятно, сразу же обратную замену производит. Либер Евгений Баранов возвращается на площадку. Ну, что тут скажешь. Белогорцев здорово в какой-то момент вошел. А вот дальше усилить игру Динамо не получается. Петеркин. Тоже в аут. И Шкулявичус Романос так степенно подходит к подаче. Таит ли это что-то для нижегородцев неприятное? Да нет. Дмитрий Фомина этот мяч летит, но он сегодня уже не выиграет. Давно уже не выиграет, зато. Руководит нижегородским АСК. Коненко. Дру. Пробивает блок. Ну, и вот так на кураже. Нижегородцы и пока в пятой партии едут вперед. И Виецкий. Ну, вот Виецкий начинает потихоньку тоже ловить кураж. За это уже Дмитрия полюбили в Нижнем Новгороде. Но когда надо, старается включаться. И делать то, что от него требуется. Петровс. Нет, не стал тот пламя откровением. Хорошая доводка. Следующая передача Панкова. Ну, а дальше. Четвертая зона. Все возвращается на круги своя. 6-7. Власов. Зеленков изначально сказал, что я буду принимать. А здесь Антона Андреева закрывает. Блоком. Первый темп не проходит. Ну, и тайм-аут. Так вдохновенно шли. Две команды, вроде бы, не считался тайм-аут. Но съема не стала. При предыдущем розыгрыше у АСК. И в итоге с этим нужно что-то делать. Партия короткая. Все это прекрасно помнят. Итак, абсолютное равенство. 7-7. И это экватор пятой партии. Тайбрек в матче АСК и московского «Динамо». Ну, и сегодня настоящая жара. Хоть и за речи. Власов. Зеленков вновь принял. И мяч не касается конструкции потолка. Чем не повод завершить атаку. Виецкий. Но вот теперь из четвертой зоны. Сумел Дмитрий Виецкий наконец-то. Забить. И пошли команды меняться сторонами. Ну, а АСК, в общем-то, перспектива в плей-офф. Я уже говорил о том, что «Динамовцы» заслужили прямую путевку в финал шести. Ну, а Нижегород с восьмой позиции. Там есть еще какие-то варианты. Там и факел новый у Рингоя. Зенит может попасться из Санкт-Петербурга. Но все это предстоящие дела. Ну, а пока на повестке дня Андрей Титич на подача. По-моему, что-то привели в порядок паркет. И Титич может подавать. Мощно. Все мышеваем. Но тот сумел принять. Смогут и Нижегородцы достать. Титич просто переводит на другую сторону. Но здесь блок. И прошивает Антона Андреева и Александра Петеркина. «Динамовцы» 8-8. Ну, и видим, что ближе к плей-оффу я уже сказал, что совсем скоро он стартует. Да, но у нас просмотр тут еще есть. Правда, судья-информатор ничего не сказала на предмет челленджа. Да, но тут... На застук смотрели. Панков. Ну и снова. Вроде бы и смягчил даже Павел Панков. Но настолько выется мяч в тот момент, когда Панков подает. Что не справляется Нижегородца. Виецкий с Титичем. Но тут самое главное сейчас держать настроение. Пока еще для Айска тоже ничего не потеряно. 9-8. Съем нужен. Титич принял. И Петеркин заколачивает. Замена Антон Андреев отправляется в замену. Но Валеев выходит на усиление подачи. Нечто подобное было в сегодняшнем матче, когда Валеев отметился. Очень хорошей подачей. И там Баранов. По-моему, в дыру не разобрались. Вот сейчас вновь. По шестой зоне. Петровс на месте. Но Титичу придется. Последнюю передачу отдавать. Петеркин не зарешал. Зато Александр уже вместе с Никоненко у сетки. И там, и здесь поспел. 10-9. Межгород-Семных выходит вперед. Брянский берет тайм-аут. Первый мяч хорошо. Второй. Ну, понятно, что будь болгарский диагональный в составе цветом Соколов, он добавил, конечно, наверное, разрушительные силы атакам московского «Динамо». Но, с другой стороны, кто его знает, иногда Соколова поругивают за то, что в решающие там каких-то эпизодах он порой ничего и не решает. Ну, вот сейчас как раз такая ситуация. 10-9. Все ближе две команды к окончанию этого матча. Валерий снова подает и снова в Бараново. И почти зацепился Петровс. Ну, там чуть-чуть не свезло. АСК 10-10. Ну, вот, да, разорванный блок. Мяч все-таки попадает в руки ни Виктора, ни Коненко. Но опускается не очень удобно для того, чтобы Петровс достал этот мяч. Зеленков надежно при подаче Семышева. Ну, а здесь Ивеецкий ничего не смог противопоставить. Вроде ситуация понятная. Может быть, чуть ближе, чем нужно для того, чтобы попробовать от блоков-аут отыграться. Но здесь просто лицом к лицу с двумя блокирующими. Дмитрий Ивеецкий столкнулся. А вот теперь Семышев падал уже очень-очень здорово. Фри-болл и только защитой нижегородцы могут спастись. Титич последним доводит. Ну, и будет еще одна атака у Динамо. Да. 12-10. 12-10. Ну, вот Панков и Семышев где-то находят дополнительные ресурсы за счет своей подачи. И у нас тайм-аут. Вот какую передачу. Итак, состоялся серьезный разговор. У Юрия Филипповым с вами подопечными. Сейчас нужно с этим что-то делать. 12-10 и московская Динамо. Впереди. Где-то нужны эти героические усилия. То, что мы видели на протяжении четвертой партии. Вернее, в ее окончании. Ну, и вот Петеркин. 11-12. Один балл сокращает Авиецкий на подаче. Это тоже может быть забойно. Хорошая подача-то получилась. Но здорово. Баранов. Доводит мяч до передней линии. Там в Панков все это читает. И короткий пас. И дальше 13-11. Вот здесь коротенько на первые темпы. Петра подвешивает на Петеркина. Ну, наверное, неплохо то, что от блока смогли отыграться. Ну, а здесь... Закрывают дорогу Дмитрию Веецкому. 11-11. Хороший блок, конечно, Власова. Там Иберу тоже в полном порядке. 14-11. Уже нужно какое-то, наверное, чудо. И у нас Александр Петеркин возвращает некую интригу. 12-14. Но сейчас нужно еще попробовать подать. Уверенно. И риск. Риск. Он тоже дополнительный, наверное, должен существовать. В матче с таким коллективом, как Московская Динамо. Деро. Селенков что творит, а? И первый темп. Власова. И все-таки мяч касается конструкции. Все так, наверное, даже рты пооткрывали. В надежде, что, ну, может быть, не заденет этот мяч. Он подвис в воздухе. На какую-то секунду интрига сохранялась. Ну, а дальше все закончилось. И закончилась победа и Московского Динамо. В этой встрече. 3-2. На тайбреке побеждают белоголубые. 15-12 в решающей пятой партии. Но, опять же, эта встреча подарила нам массу эмоций. АСК просто прекрасно выглядел на протяжении всей встречи. Ну, да, где-то, может быть, только третий сет не задался. Но, в целом, навязали лидеру регулярного сезона серьезнейшую борьбу. На этом наша трансляция подошла к концу. Помогал вам ее смотреть комментатор Александр Белкин. Всего вам доброго и любите российский волейбол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА